Фоменко-Носовский Впервые стали приводить Оригинальные документы Не мнение кого-то Об этих документах А оригинальные документы Которые раньше никто такого не делал Поэтому за это Им большое спасибо А вот и комментарии И к документам И к тому, что к чему В большинстве случаев полный бред И вопрос, кому этот бред выгонен Тоже, думаю, понятно Просто всегда нужно Уметь отделять Зерна от плевер Потому что многие документы Которые они впервые опубликовали Действительно очень любопытные Потому что Понимаете Обычно По истории существовали школы Где такая-то школа Такая-то Где кто-то видел Какой-то документ написал По этому документу Свою работу научную И все ее числаются На эту научную работу И никто Что является сторонником школы Никогда Это оригинал документа На который опирается Основоположник этой школы Не видел Вот это Абсолютный бред И абсолютная позиция У Носовского Что существует Я думаю, что Скорее всего Начинал он весьма неплохо То есть пытался Действительно что-то сделать Хорошо Но потом Видно к нему С ним побеседовали Потому что В основных Своих произведений Которые Он Я не все читал Могу сказать Но несколько читал У него же явно Перекос И Сказать Здесь Нужно говорить Что Нужно отделять Те документы Которые он Помещает Не ассоциироваться С теми выводами Которые он делает Потому что Выводы нет Абсурдные Совершенно неправдные В большинстве случаев Так что Просто нужно всегда Которые Уметь Вот это делать Потому что К сожалению Не всегда существует Только одно Белое или черное Часто люди могут Заблуждаться Или Преднамеренно И так далее И в данном случае У него Я думаю Скорее всего Преднамеренное искажение Связанное с тем Что ему будет проще жить В таком варианте Который он излагает Потому что Вместо того Чтобы обратить внимание И сделать Правильные выводы Почему-то он делает Совершенно Выводы Противоположные Тому Что должно быть Сделано Из тех документов Которые он же Сам и приводит Ну плюс Еще несколько Фальсификаций Которые он делал Которые мне удалось Увидеть Тоже весьма любопытно Я даже могу сказать Еще Когда я был в Штатах Тогда Мы С женой общались По телефону Потому что Ей не позволяю Приехать В Америку А я не мог Уехать оттуда То есть Прошло издать И так далее Так вот Когда мы общались Мы обсуждали Многие тематики В том числе Что вот Я уже начал писать Первый том России Я говорю Вот было бы неплохо Потом Правильность книги Издать отдельный Атлас Карт Реальных Чтобы люди Видели Не только То что Я выбираю То что По тематике Выделяю Специально Чтобы люди Проще поняли И так далее Ну и вообще Все карты В том виде Какие есть Чтобы не видели Что это реальные карты И так далее Во-первых После этого Началось Весьма любопытное О чем это говорит Вы сами Догадаетесь Именно после этого разговора По всему миру Библиотека Частных коррекций Кто-то стал Врезать карты В определенном периоде И они стали исчезать Вам не нужно Беседки В этот период Да Плюс Меньше чем Через 8-9 месяцев После этого разговора Появляется Карта Вне книга Названием Карты Старой империи Да Как раз так называется Фоменко-Носовский И что интересно Там вроде как Хорошее дело Ну думаю Сначала подумал У нас же как Созвучно получилось Резонанс получился Мы говорили А он уже Через 8 месяцев То есть как раз Потребуется Чтобы сделать книжку Так вот сложить Именно Такое В течение года Когда я эту книгу Получил в руки И открыл Ну я весьма удивился Потому что он Приводит Какой-то книге Атлас Артериуса А у нас Этот атлас Есть Я Светлана говорю Светлана Вот что там написано Открывает Не совпадает Даже титул Лист Не совпадает И потом Предположительно Возможно Взято Из Американской Библиотеки Конгресса И так далее И так далее Не оригиналы А уже Электронная версия Которая там Говорить А зачем Это было сделано Очень просто С моей точки зрения Знаете Как говорится Когда вышла книга Такая То выходит Вторая книга Люди уже не обращают Внимание Что мы уже видели А они совершенно разные И как там приведены Совершенно не те Которые нужно было Привести Для того Чтобы показать Какая фальсификация Какая война Идет против России Ну В современном Названии России Нашей Родины Не только сейчас И это уже Тысячелетиями ведется И как все это происходит Как манипулируют Как искажают И возвращают все Поэтому Вот видите Как хитро бывает Делать Люди К сожалению Очень часто Реагируют Так Вот типа Когда же книги Когда Россия выходила И другие книги Вот А там Чего читать Левашов пишет А славянные русские веды Это фальшивка Мы типа Слышали Что это фальшивка Но люди не читали Славянные русские веды И не читали Мои книги Потому что Если бы они почитали То как раз В книгах Я доказывал Что это не фальшивка На основании таком Что Ни один не смог Ничего опровергнуть Ни один противник Потому что факты Я просто провел Параллельные линии Если провести Отрицание одного То отрицается Все другое На котором базируется Их Ну это хитрость определенная То есть я взял Ветхие заветы Тору И взял Славянные русские веды И показал Что описывание Одни и те же события Только с двух Разных сторон По времени Полностью совпадает И значит Это не выдумка Это не фальшивкация Потому что Такую фальшивкацию Сработать весьма сложно Плюс еще то Что Сказ О Ясном Сокоре Который я Расшифровал И показал Что говорится Реальный И это стало Такое известно Последние 15-20 лет Информации О тех планетах Которые там описаны Оказывается Действительно Они На них есть жизнь И там Действительно Относится к классам Планет Которые Тождественно Земле Близнецы Земли И имеется Вода Атмосфера И состав атмосферы Это близок Земной И И характеристики Которые описываются Которые Современным Соответствующим Понятием Астрофизики В сказе Описано То же самое Настенька Словами Которые Человек видит А это Соответственно Что написано Современной Астрофизической Классификацией Ну там Кто читал книжку Там увидел это Просто Понимаете Я просто Своей книге Доказал И показал Что Славянные Русские веды Не являются Фальшивкой Как пытаются Их вывести А являются Реальными Документами Которые Описывают События Прошлого Со стороны Тонаших предков Которые в то время Еще были Победителями Тогда еще Но когда Вы знаете Когда победители Переписывают Все по-своему Правильно Вот когда Тысяча лет Назад Боли уже Чуть больше Наши предки Ну в принципе Проиграли Начал Прогреш Из-за Своей Ну кажется Недальновидности Потому что Понимаете Ну Я считаю Я никогда не относился К людям Отрицательно Всегда положительно Но это не значит Что Нужно считать Что если ты не украдешь Сам То никто Другого не украдет Правильно Не нужно считать Каждого человека Вором Но нужно По крайней мере Быть настороже Что такое возможно Вот наши предки Сделали Большие ошибки Потому что Если бы Не допустили Определенных ошибок Считая Будучи открытыми Наивными Добродушными Что неплохо Я не говорю Что быть наоборот Нужно Но при всей открытости Нужно быть еще И не таким Быть осторожным Нужно тоже То есть Это долгий разговор Но тем не менее Понимаете Вот И нам не нужно Возрождать То что было Когда наши предки Проиграли войну Понимаете Проиграли в первую очередь Войну Идеологическую И мировоззреческую И то что Мы являемся Свидетелем Этого Никто не может Отрицать Как Сейчас Народы победителей Которые Представляют Народы России Живут Хуже всех В мире Так Страна богатейшая Самая богатая Страна мира Самые В принципе Талантливые Народы живут И народ И на нашей стране И как мы живем С вами Хуже негров И бесправнее Негров Так вопрос Почему такое Произошло Потому что Были допущены Ошибки Нашими предками И эти ошибки Нужно учитывать И не допускать Не значит Что мы все Отметать Но ошибки Повторять Не нужно Потому что Если мы повторим Ошибки наших предков То мы Никогда не победим Потому что Враг Добился Того Что Поменял Нервозрение У людей Вот смотрите Как хитро Поднесли Ну Владимир Креститель Ну Слышали Такое имя Святой Что он сделал Как сейчас записано Что он Поставил Там Идолы Языческим богам И начал Им приносить Человеческие жертвы И при этом Пригласил всех Послов Западных стран Помните Да Что все Видели После чего К нему Пришли Якобы Все Духовные лица Так сказать Священники Христианство Мусульманство Хотя Это вопрос Второй уже Там В том числе Волхвы пришли И он выбрал Христианство Да А теперь Спросим Как пишется В современной Истории По другому Не назовешь Кто его отец был Святослав Так Каких Традиций Он придел Ведических Так Большинство Жителей Киевской Руси Были С последованием Ведийской Традиции Христиан Было Очень мало Правильно И других Храмы Стояли Что была ошибка Что допустили Сюда строить Это Значит Допустить врага Внутрь Пятую колонну Создать Но А что это Значает Что Как говорится Идолы Так называемые А Как говорится Как они называют Идолы Богам Ведийским Так называемые Стояли Повсеместно Вопрос Зачем Владимир Нужно было Ставить Новых Идолов И потом Приносить Жертвы Человеческие Для чего Для спектакля Который потом Войдет Записали И потом Нам теперь Тычит этим Понимаете Потому что Идолы Эти Как они называют Идолами Стояли Тысячи лет В Ведийских Храмах И Православная Церковь Во-первых Православная Церковь Православие Никого отношения К христианству Не имеет Православные Христиане И тогда Никон Провел Аферу 1563-56 Года Когда Вел Православные Традиции Обыча И в христианство И тем Сделалось Православное Христианство Но Чем были Храмы Которые В принципе Ничем не Изменились Кроме Как там Иконы Понавешали И содержание Другое Стало Чем эти Храмы Были Знаете Школами А знаете Почему Потому что Наши предки Прекрасно Понимали Как форма Пространственная Влияет На Развитие И вот Такие Формы Куполов И так далее Работали К своеобразной Линзы Позвавшие Детям Быстрее Развиваться Быстрее Проходить Этапы Проскакивать Варварский Уровень Астральный Джумник Называю И там Дети Учились И не Слову Божьему Где все Рабы И тому Подобного Понимаете Рабы Божьи Просто взяли И вывез Зачем Ходить далеко Софийский Собор Знаете Там Вместо Христа Повесили Полумесяц И стал Мечетью Правильно Вот вам Пример Как можно Изменить Не меняя Даже Ничего И заметьте Православные Храмы Резко Отличаются От других Крестьянских Сооружений В Европе Почему По той Самой Причине Что Эти храмы Боливидическими Школами Вы думаете Почему В советские Времена Строилось Жилье Для человека С очень Низкими Потолками Как Вы думаете Для чего Экономия Особенно Хрущевки А вы знаете Такая высота Которая выбрана Сколько Три метра Да Два Семьдесят Пять Два Семьдесят Пять Даже Два Пятьдесят Да Это Унетающее Дело Подавляет Развитие Человека Подавляет Силу Воли И так Дальше Не знали Об этом Так вот Те Кто строили Дома Прекрасно Знали Сейчас Полно Передач Показывает Что Время Сталина Все Здания Сталинских Времен Строились По магическим Законам Читали И слышали Да Тоже Случайно Все Не Случайно Потому Что Когда Высокие Потолки Они Позвали Человеку Развиваться Быстрее Это Не подавляет Его личность Не подавляет Его волю И так Далее И наши Предки Знали Допустим Чтобы Не было Тараканов Мышей И так Далее Строили Так Что Создавалась Суперпозиция Полей Темных Материей Как Назовая Первичная Материя Правильно Что На уровне Пола Несоюзимость Была Для Мышей Тараканов Все Остальное Они Просто Чистые Были От этого Просто И знания Законов Природы Знаний И Того Что Современная Наука Даже Не подозревает И много Что Другое Так Что Гробили Нас Не только Физически Еще Гробили И таким Образом Загоняя В Конуры Где Вот Это Давилы И Плюс Еще Железобетон Это Еще Крышка Без Покрышки Так Что Все Работали На То Чтобы Гробить 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 Ну смотрите Мы же выжили Пока Еще Да Вы хоть Знаете Хоть Один Народ И Народы Крыным Относим Которые Выжили После Того Что Прошло В России За последние Тысячи Лет Знаете Хоть Одного Многие Вымыли Тысячу Раз Уже Правильно А мы Заразы Ну не Вымираем Никак Не Сдыхаем Все Вот Назло Продолжать Будем Не Сдыхать Правильно Следующий Вопрос Продолжение следует... Продолжение следует...